Итак, всем привет, с вами Неко-чан, и сегодня у нас очередная распаковка. Вы спросите, почему, как так, зачем, а я вам отвечу. В телеграм-канале, ссылка на который есть в описании, я опубликовала новинки, которые мне должны прийти, и которые я распакую в этом видео. Причём, кстати, ещё не все, но это не важно. И я спросила, хотите ли вы распаковку. Люди проголосовали за то, что распаковку они увидеть хотят, поэтому я её снимаю. В этом ролике не будет каких-то суперкрутых пэтов в плане ОАКов или типа того, здесь будут только обычные пэты, но они будут редкими и интересными, так что оставайтесь со мной. В этом видео у меня наконец-то будет нормальный скальпель, а не измазанный в какой-то глине непонятное нечто, но при этом у меня будет достаточно много огромных пакетов, потому что, видимо, на почте они, в принципе, закончились, и поэтому мне люди по пару LPS отправляют в пакетах тупо XXL. Я вам сейчас покажу, как это выглядит. Ну, короче, вот моя рука и вот пакет, просто посмотрите. Он просто огромный, и причём вот по ощущениям, вот только в этом маленьком уголке, вот здесь вот что-то есть. То есть, ну вот, короче, из всего этого пакета только вот в этой маленькой части есть пэты, поэтому я не всё буду распаковывать. Именно, ну, не все пакеты, только вот такие маленькие. Сейчас покажу, только вот такие буду в кадре распаковывать, потому что... Но вот это в свой фотобокс я никак физически не вмещу. Короче, давайте начинать. Я сейчас выберу наугад посылочку, и мы её будем распаковывать. И первым здесь было письмо. Письмо от Бати Кроликов. Если что, человек, который отправил мне эту посылку, собирает кроликов. Привет! Большое спасибо за покупку. Надеюсь, подарочки понравились. Прошу прощения за задержку отправки. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Тьмок. Очень милое письмецо, просто посмотрите на это прелестное оформление. И тут есть вот такой молодой человек, который говорит хой. И он мне очень сильно напомнил моего Дэру. Они, конечно, отличаются, но как бы вот Дэру, это если что вот этот чувак. Да, я ему сделала волосы, но я их так и не покрасила. В скором времени он будет в нормальном состоянии, я надеюсь. Вот, но он мне прям очень сильно его напомнил. Такой красивый рисуночек, и я его себе обязательно куда-нибудь повешу. И тут, видимо, в качестве комплимента был такой пингвин. Он такой миленький. Это прям пэт из моего детства. У меня был такой же абсолютно. Я его еще бабушку покупала. Он в плохом состоянии. Наверное, предполагается как науак. Ну, не знаю. Может быть, я вот это смогу оттереть, и он у меня будет стоять на полочке. Ну, вот так всегда. То есть, блин, корову... Я сейчас покажу вам, какую корову я на перекрас покупала. Вот, посмотрите, она абсолютно в нормальном состоянии. У нее только сзади немножко помарка, но она вот в хорошем состоянии. Но вот это я беру науак. А вот этого пэты, который, блин, просто весь в коцках, весь в непонятно в чем. Вот это 100% не ототрется. Эта корова, кстати, это может и оттереться. Вот это я собираюсь ставить себе на полку. Ну, я как всегда просто. И в первой, как бы, посылочке, в первом пакетике у нас была вот эта кошка. Я ее заказывала себе в коллекцию. Она, конечно, немножко тут в пятнышках, грязновата. Но я ее очень долго не могу найти в хорошем состоянии. Так что пускай будет вот такая. Она мне нравится. Я вообще люблю форму сидячую. Жалко, что они все собаки. Ну, точнее, это кошки. Ну, неважно, я их так обозвала. Собаки, они дорогие. В общем, я прям обиделась. И потом это вот такой пэт. Он у меня пойдет на оак. Потому что мне нужно от него тело. У него покусана голова. У меня уже есть такой пес. Но его тело мне нужно для оака. То есть вот такой вот будет джентльмен с головой от одного пэта. И с телом от другого. И так как у этого состояние похоже. То есть вот тут всякие розовые пятна, точки. И вообще голова как бы погрызена. То я его тело пересажу вот на этот оак. Потом узнаете, кто это будет. Потом я распаковала базы для оаков. И здесь, в принципе, большинство пэтов на оаке. Тут еще два. Они тоже все на оаке. У меня только одна, получается, кошечка здесь в коллекции. Это первый оригинальный док. Я думаю, он 3D. И это прям для меня офигеть какая крутая новость. Потому что у него очень классный шарнир. Он прям отлично пружинит. И он оригинальный. Это вот прям... Это очень круто. И второй док 3D. Много доков не бывает. У меня много на них планов. Поэтому вот такой, собственно, дожик. Они все в плохом состоянии. И пойдут на оак. Следующий пэт это вот такой ящер. Он у меня пойдет на оак. Я не знаю. Может быть, я приду на встречку и его обменяю на такого же... Ну, в общем, на такую же форму, только в любом состоянии похуже. Я просто реально не знаю. Потому что в таком хорошем состоянии мне, конечно, пэта жалко. Но мне кажется, я в худшем вообще никак не найду. Но, в общем, на встречке постараюсь его у кого-нибудь обменять. Вот. Потому что жалко, конечно. Это будет очень интересный проект. Покажу вам персонажа. Вот так он выглядит. Короче, очень-очень много мне придется с ним попотеть. Но оно того стоит. В общем, ждите в следующем обзоре на оаке или спидпейнте. Я не знаю. Может быть, я сниму с этим динозавриком спидпейнт. Вот. Вы его уже увидите. В следующем пакетике был вот такой кокер. Он, опять же, тоже на оак. И также были конфетки различные вкусные. Вот. И пикси. Так они называются. Я уже не помню. Короче, животинки от этих Винкс. Вот. Это овечка, по-моему, вроде от Музы. Насколько я помню. Ну, короче, я не знаю. Я не шарю за Винкс. Я их даже в детстве не особо смотрела. Но, по-моему, это овечка Музы. Вот такая милота. В общем, да. Это, кстати, все базы, которые вы только что видели, кроме ящерки. Они свободны для заказа. Так что, если вы хотите у меня заказать оак, ссылочки в социальных сетях внизу. Кстати, кокер 3D-шный. Ссылочку на продавца я оставлю в описании. У него много пэтов. Также не на оаке и в хорошем состоянии. Ну, а мы переходим к следующей посылке. Кокер 4D-шный. Кокер 4D-шный. Кокер 4D-шный. Ёжик! Ёжик! А-а-а! Позволь! Ёжик! Гвостейки! А-а-а! А-а-а! Я не могу Ежи Короче, кто не знает Я увлекалась И увлекаюсь, наверное, до сих пор Соником И у нас есть локальный мем С Шерлоком Который мне прислал эту посылку с ежами Гомосеками О, боже Здесь написано спасибо за покупку с любовью Шерлок Это просто прекрасно Я приклею это себе На планшет буду любоваться Боже, я не могу У меня эмоции У меня эмоции наклейка вызвала больше Чем, наверное, все пэты Которые здесь мне пришли Тут очень много конфет Они у меня разбросаны по всему фону И чай Гринфилд Саммер букет Я такой пробовала Это один из моих любимых чаев Короче, давайте распаковывать Вот этот красивый Прекрасный пакетик В котором я отражаюсь Всем привет Здесь была еще одна наклейка С кем-то из аниме Или это сан С хуманизацией Короче, не знаю Давайте Смотрите пэтов Которых мне отправил Шерлок И первое Это вот такая овчарка Я, кстати, не знаю Почему она на кабеле В какой-то грязной Непонятной пыли И какая-то вообще грязная Ну, в жизни она, в принципе, нормальная Да, она грязноватая Но не настолько, как на камере С ней все окей Это просто у меня вот Эта камера не любит белых пэтов Я эту овчарку очень давно хотела И вообще на нее давно засматривалась Но на нее такие заламывают цены Что я решила взять за небольшую У Шерлока Но, как бы, она, да В похуже состоянии Но хотя вот, как бы, издалека Как она у меня вот на полке будет стоять Это вообще незаметно Что она какая-то прям розовая Грязная и так далее К тому же, я думаю, что если ее прям отмыть И поставить на солнышко У нее некоторые пятна пропадут И она будет в хорошем состоянии У нее очень красивый взгляд Вот эта вот шерсть в ушах И она мне очень всегда нравилась Прям не могу Она прям красотка-красотка Следующим пэтом в посылке Стал вот этот вот Прекрасный хорек Я на него тоже давно засматривалась У него очень милые в ушах сердечки Просто прелесть Но тоже что-то вот никак руки не доходили купить И тут такой был у Шерлока выгодный лот Поэтому я решила его купить О, тут на лапке марка Шерлока Залачная Ну, я надеюсь, что это ацетоном стирается Потому что это больше не пэт Шерлока, а мой Вот И давайте приходить к следующему пэту А следующий пэт это вот такая персидская кошка И кто смотрел мое предыдущее Нет, не предыдущее, а видео Короче, предпредыдущее видео Знает, что у меня есть такая Только в более лучшем состоянии Конечно, да, у нее проблемы с глазом Но здесь гораздо больше косяков Потому что здесь стертые лапы Здесь маркер Здесь вот эти розовые какие-то пятна И здесь носик Собственно, стерт А, еще у нее шарнир Хуже пружинит, чем у этой кошки Вот Чем у вот этой кошки Короче, у нее не пружинит шарнир Вот, все И вы спросите Нафига мне она? А Шерлок просто мне сказал Что типа Так и так Вот У меня она есть Она будет как в подарок Все равно Потому что по цене Если брать вот только тех двоих Они выходят одинаковые Я подумала, ну а что, нет Я сделаю такой кастом Потому что вот эти пятна Мне сказали, что они стираются Не знаю, какие-нибудь там сердечки Цветочки узора нарисую Может быть, пирсинг какой-то добавлю И будут такие две близняшки Одна будет такая Софти Кьюти А другая будет Ротскерша У нее даже, мне кажется Такой взгляд Более Серьезный Не знаю У этой такой Милый Немножко Рассеянный Не знаю Мне кажется Ее провести как-то И надавить на жалость Будет гораздо проще Чем у вот этой кошки Это какая-то более такая Элегантная Не знаю Может, стервозная Немножко дамочка Ну, короче Вот будут у меня Две такие сестрички Я хочу сказать Огромное спасибо Шерлоку Особенно За За наклейку С Соником И Шэдоу Просто Я не знаю Еще и Автор мой любимый Который Вот нарисовал этот стикер Он просто бомбический Вот Чаек я сегодня заварю У меня как раз он закончился А мы переходим К следующему пакетику И это у нас большой пакетик Поэтому я Распакую его Отдельно И покажу вам уже Начинку И в подарок здесь шли мармеладки Короче, понятно Я сегодня умру просто от передоза сахара И вот такая косточка с бантиком Она, кстати, очень сильно подходит По этому, который мне пришел Но вы уже его видели Сейчас я его подробно покажу Это вот такой черный пудель Без хвостика Да, потому что Ну, я знала об этом дефекте Если что Вот, он мне достался достаточно дешево Но продавца И ссылку на него оставлять я не буду Потому что Человек очень долго С отправкой возился Ничего там Не знала насчет того Что когда там к нему Придет пэт Так что он Ну, так как он работал посредником И, в общем Суммарно Я ждала Этого пэта Шесть месяцев Да Поэтому Я не буду вам Советовать этого продавца К покупке Не буду оставлять на него ссылку Но Пэт пришел в заявленном состоянии Как мне его отправляли Таким он и пришел Вот Собственно У него из Огрех Только вот этот вот Маркер Вот И подарочки тоже Очень классные Но Блин Ребят Шесть месяцев Я его ждала Это очень долго И Ну, такое И теперь Я наконец-то могу их поставить вместе У меня была Твою мать У меня была Очень долгая мечта Заиметь этих двух пуделей У нее уже черное тут на носу И они все падают Меня бесит эта форма тем Что они падают Короче Поставить этих двух пуделей вместе И посмотреть Какие они нереальные красотки Ну, просто согласитесь Они очень классные И Они прям Мне очень сильно нравятся Короче Переходим Переходим к следующей посылке Потому что меня заколебали То, что эти пуделя Постоянно падают И Я чуть-чуть попозже расскажу Про самого Пета В подарок тут шла Очень Безумно красивая Стрекоза С К сожалению Ужасным состоянием Ну, я надеюсь Что опять же Я ее как-нибудь поставлю На подоконник Она у меня выцветит Хоть как-то Я не знаю Потому что она очень красивая Просто посмотрите Вот Она мне досталась Абсолютно бесплатно Это так мило Это посылка От Яночки Лукьяновой Если что Вот Спасибо за покупку С любовью Яна Тут такая наклеечка Love И Тут в подарок Мне шли Три косточки Ух ты Рупор И Напиток И все это Желтого цвета Под Цвет Коли Очень классно выглядит Реально Также тут В подарок Еще шли Желтые конфетки Ой Моя любимая Коробочка И Еще Какая-то Дивная Какая-то Вот Какая-то дивная Не понимаю Что написано Даренка Короче Надо посмотреть Попробовать Я такое Не знаю Вот Потом Берри Форд Фруктовый коктейль Такой тоже Не знаю И Ричард С Шоколадом А Нет С корицей И апельсином Чай Короче Надо все Пробовать Это Вкусняшки Есть Чай Есть Все Можно жить Месяц Сам Коли Конечно Не в Идеальном Состоянии Но он Тоже мне Достался Достаточно Такой Демократичной Цене У него Немножко Тут побито Ушко Есть Розовое Пятно Есть тут Розовое Пятно Стерт носик И немножко Подтерт глаз Но мне кажется Что пятна Опять же Можно Вывести Ушко Оно Сзади И оно Практически Незаметно И глаз С носом Спокойно Можно Подправить Так что Меня он Полностью Устраивает И наконец-то Я его вернула В свою коллекцию Потому что Прошлого Коли Я обменяла На Дога Которого Очень давно Хотела Вот Но Все-таки Коли Почему-то Найти Было трудно И вот Как я увидела Объявление Яночки Я тут же Его Купила И ни о чем Не пожалела Спасибо за такое Большое количество Подарков К такой Ну Я бы сказала Незначительной Покупки Это очень приятно И У нас осталась Последняя посылочка Я опять же Распакую ее От пакета С почты За кадром Потому что Он очень-очень большой И В подарок Тут были Конфетки Твикс Я наверное Блин Я не знаю Как я буду Это все есть У меня наверное Попа слипнется И я буду Это есть Все неделю Но спасибо Огромное Что вы кладете Что-то вкусное В посылки И Первая Это вот такая Кошка Если что Мы обменивались С этой девочкой На кошку Подводку Вот Но она тоже Будет в этом Видео Если что Потому что Я купила себе Новую В лучшем состоянии А старую Обменяла У нее есть Небольшие Пятнышки На Щечках Но в жизни Они вообще Незаметны Чуть Потерт глаз Я вообще На самом деле Эту кошку Не хотела Мне она Не особо Нравилась Но блин Она тут С подсолнушками И с Жемчужинками Мне вот этим Она очень сильно Притянула И мне она Так сильно Понравилась Что я такая Почему бы нет Почему бы не Обменяться Остальных Пэтов Я в принципе Хотела Поэтому Я считаю Что Вот эту кошку Было не грех Взять Она очень классно Смотрится С вот этими Дополнениями И чем-то Напомнила Мне мой Оак Подсолнечного Корки Подсолнечного Колли Простите Пожалуйста Вот так он Выглядит У них даже Глаза одного Цвета Они мне кажется Прям очень сильно Вайбами Похожи Дальше Я обменялась На вот такую Стоячку Она в хорошем Состоянии У нее никаких Сильных огрех Нету Кроме Подтертого Носика И в принципе Я ее Давно Достаточно Хотела Она Очень Простоватенькая Но мне она Этим И нравится То есть Ну как бы Я не считала Ее прям Обязательной В моей коллекции Это не была Моя прям Дикая Хотелка Но мне кажется Она классная И к тому же У меня есть Много таких Желто-рыжих Стоячек Она с ними Смотрится Очень-очень Круто Вместе Следующий Пэт Это вот Такой Перс Он немножко Грязноват Но я думаю Что это все Можно отмыть Вот Вот так Вот она Выглядит По-моему Это Перс Который играл В сериале Настя Смайл Толстушка Насколько я помню Мне эта персидка Очень сильно нравилась И тогда И сейчас Она прям Такая Знаете Добрая Добрая Кошечка Она мне очень нравится У нее красный Магнитик Есть конечно Да Вот эти зеленые Не очень приятные Пятна Но в принципе Если ее поставите Вот так То этого ничего Не видно А пэты у меня имеют Преимущественно Как бы Полочное хранение И мне не принципиально Знаете ли Там какое-то Супер идеальное состояние Если они на полке Смотрятся окей То замечательно Последним пэтом В этом обмене Был вот такой Прекрасный скотч Он практически В идеальном состоянии Исключая вот этих Мелких коцок Мне он безумно нравится Я давно его хотела Он по гамме Мне очень сильно Запал в душ Но вот Что-то Как-то руки Не доходили Он не особо редкий Поэтому Все никак Не могла его купить И тут вот На обмен Мне его предложили Собственно Вот все Пэты Которые мне Отправила Алиса Амелева Я Оставляю Вот такой Видео Отзыв И говорю о том Что этот человек Добросовестный С ним меняться Можно Потому что О всех косяках Мне рассказали Отправили Все очень быстро И в общем Этого человека На обмен Я советую Я просто Сама знаю Что обмениваться По почте Гораздо страшнее Нежели покупать Вот Поэтому Говорю Что этот человек Проверенный Ссылочка на нее Будет в описании Итак Для вас прошло Всего лишь Меньше секунды А для меня Пролетела целая неделя Все Потому что Посылка Которая пришла Ко мне на почту Я ее забрать Смогла Только вчера Собственно На встречке Я бы была Всего лишь Тридцать минут Потому что Мне нужно было Срочно убежать Даже не тридцать Там наверное Десять Пятнадцать Но все равно Вам сначала Покажу новинки Со встречки Потом Покажу Вам Собственно Посылочку Которую мне На встречке Передал Последник И Уже В завершении Покажу Вам Последнюю Посылку С почты Которую Я забрала От Финика Королевского Начнем Мы с базы Под Оаки Да Как вы Видите Это такая же Ящерица Я ее Обменяла Вот на ту Которую Вы видели Пару минут Назад Собственно Здесь у нее Маркер Вот здесь Розовые Пятна Но их Не очень На камере Видно В принципе Она такая Покоцанная Тоже На глазу Где-то у нее Коцка Была Не помню Короче А Вот здесь У нее На глазу Коцка Она Короче В гораздо Худшем Состоянии О Еще Вот тут Маркер И она Гораздо Лучше Сгодится На Оак Чем Та Которая Собственно Была Изначально Так что Мне это Не принципиально Вот эти Дефекты Никак На полный Перекрас Не влияют Но Все-таки Мне не Хотелось Перекрашивать Ту Идеальную По состоянию Ящерку Поэтому Я Обменяла Ее На Вот Такую Дальше Я обменяла Вот такого Побитого Жизнью Козлика У него Тут Черная Какая-то Непонятная Жижа На шее И у меня Теперь Таких Козликов Двое И я Вот Думаю У меня Была идея Сначала Одного Козлика Покрасить В Сатанинского Такого Козлика С Двумя Парами Рогов Все дела Но Сейчас Их Два И как бы У меня Не падай У меня Есть Идея Сделать Также Сатанинскую Тематику Но Если Вот Этот Будет Четырех Рогий То Какой Будет Вот Этот И Вообще Есть Ли у вас Помимо Демонической Тематики Какие-то Еще Возможно Идеи На Вот Эту Пару Козлов Чтобы Именно Они Были Либо Противоположностями Либо С Какими-то Общими Чертами В общем Напишите Ваши Идеи В комментариях Я Скорее Всего Выберу Какую-то Самую Лучшую Самую Там Залайканную И так Далее То есть Если Вам Понравилась Чья-то Идея Лайкайте Этот Комментарий И Собственно Сделаю На Продажу Для вас Парочку Прекрасных Козочек Пока Что Еще Не знаю В какой Тематике Следующий Это Вот Такой Белый Лебедь Собственно Ничего Необычного У меня Теперь Тоже Два Лебедя Но Здесь Я Уже Знаю Что Я Буду Делать Это Будет Черный Белый Лебедь Скорее Всего По Типу Как Из Балета Лебеди Озеро То есть Это Будут Принцессы Королевные Лебеди Вот Одна Будет Такая Злая Темная А Другая Ангельски Прекрасная Белонхоличная В общем Белоснежная Но Они Пока Что Откладываются И Ждут Своего Часа Я Не знаю Почему У меня Все Падают Они Немножко Мне Кажется Бухали Пока Я Не Видела Ничего Что Это Такое Объясните Дальше Быстренько Покажу Вам Кошек Науки Первая Это Вот Такая Кошка Уже Кем-то Покрашенная Собственно Она У меня Пока Что Еще Не Знаю Какие На Ее Планы Есть Или Нет Но Она Просто Из С Какой-то Ручкой Сейчас Вот У нее Здесь Ручка Она В принципе Тоже Вся Желтая И Я Ее Тоже Хочу Перекрасить Пока Что Еще Не Знаю На Кого В Кого Но Мне Этот Молт Очень Нравится Может Быть Когда Ни Сделаю Какую-то Кошку Которая Будет Олицетворять Меня Ну Не Знаю Пока Что Еще Буду Думать Потом Вот Такой Милепиздрик Котеночек С Каким-то Непонятным Месивом На лице Тоже Не знаю Пока Что Это Будет Может Быть Сделаю Типа Маму Кошку И Вот Милеписеныша И Последнее Это Вот Такая Лизачка Собственно На камере Не видно Но Она Дико Желтая Она Годится Только Ноак В таком Состоянии Потому Что Она В Неотмываемых Желтых Пятнах И Я ее буду Перекрашивать Пока Что Никаких Идей Насчет Того В кого Ее Можно Перекрасить Я пока Еще Не Придумала В своей Голове Если У вас Есть Какие То Идеи На Любого Пэта Из этого Видео Которого Я показывала Наоак Кроме Ящерки То Смело Пишите Их В комментарии Следующее Это Вот Такие Собачки Наоак Это Очень Грязный Побитый Жизнью Йорк Пока Что Не Знаю В Кого Будет Перекрашивать Может Быть В Свою Собаку Может Просто В Реалистичную Потому Что Молд Хороший И Прорабатывать На таком Шерде Было Было Достаточно Интересным Опытом И Вот Такая Оболонка Мне Нравится Задумка Вроде Это Саша Зонтиковый Бэтшоп Да Насколько Да Это Саша Зонтиковый Бэтшоп Это Вот Сочетается С вот Этим Нежно Фиолетовым Цветом Так Что Возможно Будет Что То Подобное Если Саша Не Против Вот Так Что Вот Такая Собакина Все Опять Падает Меня Это Уже Раздражает Давайте Переходить К Обычным Пэтом Не Собственно На Уаке Первый Пэт Которого Я Обменяла Это Пэт От Шумы Герл Вот Такая Вот Прекрасная Девушка Молда Потому Что Они Преимущественно Дорогие Но Вот Эта Собака Прям Классная У нее Очень Классный Шарнир Ей Прям Удобно Руководить И Единственное Почему Я ее Взяла Вы Не Поверите Вот Этот Цветочек Он Настолько Милый И Прям Масенький Что Мне она Очень Понравилась Я Решила Обменять Ее На Уак Уак Вы Увидите В скором Времени На Моем Канале Вот Ну А Пока Вам Покажу Эту Красотку В принципе Сейчас Я понимаю Что Она Даже И Без Этого Цветка Очень Классно Так Натурально Смотрится И Мне Она Безумно Нравится Следующая Кошечка Вот Такая Вот Я ее Обменяла На Персидку Которую Видели Пару Минут Назад Я Решила Ничего Не Придумывать И Просто Поменять Ее На Пэта Которого Я В принципе Давно Хотела Она Очень Классная И Они Просто Идеально Смотрятся С Вот Этой Дамочкой Я Решила Сделать Их Парочкой Такие Прям Я Не Знаю Какие-то Уютные Садовые Цветочные Девушки Которые Встречаются Может Быть Они Женаты Кстати Да Больше Похожи На Такую Женатую Пару Взрослых Самом Идеальном Состоянии Тут И Ручка И Пятна Но У Меня Тоже Она Была С Неоттираемыми Розовыми Пятнами Поэтому Меня Все Устраивает Она Очень Красивая Очень Классно Смотрится Плоховато Пружинить Шарнир Но Он Пружинит Я Думаю Это Все Потому Что У Вообще Всех Персов Что Вот Той Форм Которая Ранее Показывала Что У Этих У Них Очень Сильно Толстая Вот Здесь Часть Шеи И Это Не Дает Им Нормально Пружинить Потому Что Голова Начинает Соприкасаться Очень Быстро С Вот Этой Огромной Пушистой Грудкой И Прям Идеально Пружинищем Шарниры Я Думаю Что Конкретно С Таким Телом У Персидок Не Получится Сделать Ребята Короче Извините У Меня Куда-то Пропали Видео Про То Как Я Подробно Рассказываю Про Двух Шпицов Которых Я Забрала На Встречке Ну В Общем Кто Не В Курсе Я Полностью Собрала Молт И На Встречке Я Забрала Шпица С Плоскими Глазами И Полностью Коричневого Шпица В Следующем Кадре Я Уже Полностью Весь Молт Показываю Короче Покажу Сначала По Парам Это Собственно Два Практически Одинаковых Шпица Только У Этого Плоские Глаза И Высунут Язык Они Практически Ничем Не Отличаются А Эта Парочка У Нас Так Их Просто Здесь В сторону Положу С Вашего Позволения Потому Что Очень Трудно Их Куда-то Убирать Постоянно Из Кадра Вот Так Сделаем А А вот Эти Два Шпица Я думала Что Они Будут Одного Абсолютного Цвета С Одинаковыми Вообще Глазами Только У этого Нарисована Будет Маска А у Этого Нет Оказывается По Цвету Они Разные Этот Более Такого Карамельного Цвета А Вот Этот Он Такого Темно Холодного Коричневого И Поэтому Такое Ощущение Что Вот Этот Как будто Сделан Из Этого Они Более Синие А у Этого Они Более Розовые В общем Я Безумно Рада Что Я Собрала Всех Этих Малышей И Теперь Я Могу Гордо Поставить На Полочке И Сказать Что У Меня Собран Помимо Коровок Еще Один Молд Что Ж Давайте Распаковывать Посылку От Александры Зонтиковой Собственно Она Являлась Посредником Для Моего Котика Из Польши Сейчас Увидите Какого Собственно Вот такой Кот К сожалению У него Достаточно Сильно Много Дефектов Я Этого Даже Не Ожидала Прям Как-то Обидно У него Подтерто Вот Здесь Ухо Розовые Вот Здесь Пятна Также У него Розовое Пятно Вот Здесь Как-то Непонятно И странно Покоцаны Уши Вот И Собственно Еще Розовое Пятно Вот Здесь На щеке Ну Как-то Обидненько Даже Знаете Я Специально Меняла Кота В Хорошем Ну В плохом Состоянии Чтобы Купить Хорошего Как-то Тут Оно Хорошим Не очень Пахнет Если Честно Вот Как-то Прям Обидненько Получилось Еще У него Тут В ухе Какая-то Непонятная Клей Не клей Я попробую Это конечно Оттереть Ну Вообще Не знаю Че это Такое Может быть Это из-за того Что он Просто В пленке Мне был Упакован Короче Будем Это Разбираться Но Я хочу Отметить То Что у него Очень сильная Прямо Жирная Такая Красивая Подводка Это Наверное Единственный Такой кот У которого Я видела Настолько Толстую Нижнюю Линию Мне он Этим Нравится У него Такая Брутальная Морда Похож Прям На Рокера Прекрасного Вы знаете Что я люблю Рокеров Ну Короче Будем Думать Что с Этим Пятнами Делать И вот Это Вот Все Ситуация Конечно Не очень Приятная Но Пэт Достаточно Красивый Тем Не Менее А Сейчас Я буду Распаковывать Посылку От Финика Королевского Там Очень Очень Классная Свинка Которую Я Очень Давно Себе Хотела Но Не Просто Свинку А С Одним Очень Интересным Головным Убором Сейчас Я вам Покажу Все Убором Итак В качестве Бонусов Тут был Просто Чудеснейший Голубой Бантик Он Сделан Очень Аккуратно И Очень Классно Прям Ну Просто Чудо Просто Посмотрите На него Потом Лимонная Какая-то Карамелька Попробуем Обязательно И Маленькая Наклейка Из Витамишек Я так Предполагаю Ааа Я не могу Я сейчас Уморую Посмотрите Какая она Бусинка Маленькая Такая Ааа Я не могу Ай боже Это вот такая Свинка Я не могу Нормально Говорить В чепчике В общем Я Просто Когда увидела Ее на аватарке У кого-то По-моему Даже Кто не Относился К ЛПС В Ну Как бы Как промо Фотографию Я просто Подумала Блин Она наверное Дофига Редкая Если не Сама свинья То чепчик Это точно Его фиг Найдешь Я ее Никогда Не куплю Даже Не записывала Ее Ни в какие Свои Хотелки И вот Она у меня Да Не в идеальном Состоянии С какими-то Мелкими Потертостями Но Черт Самое Главное То что Она с Чепчиком Она просто Чудесная Финик Спасибо тебе Огромное И она Просто Лапочка Просто Лапочка Вы Посмотрите Я хочу Вам показать Что Все Вот это Вот Чепец Прошит У него Тут сделана Липучка Специально Чтобы он Хорошо Держался На этой Свинке И просто Посмотрите Сколько Здесь Стежков И мелких Деталей Очень Редко Можно Увидеть От Хасбро Какие-то Тканевые Аксессуары И вот Здесь Я могу Реально Сказать Что Это Один Из Самых Лучших Аксессуаров Которые Когда-либо Делала Хасбро Потому Что Он Настолько Детальный Он Настолько Для Ну Как бы Бюджетных Игрушек Выглядит Прям Я не знаю Как будто Какой-то Хендмейд Что Я просто Хочу Поаплодировать Тому Человеку Который Его Придумал И запустил В производство Вот эту Вот Прелесть Ну А на этой Чудесной Ноте Я хочу Завершить Свою Распаковочку С вами Была Неку Чан Всем Удачи Всем Пока